Кабинет истории под номером 300. Давайте посмотрим, какие уникальные научные экспонаты будут храниться отныне за этой дверью. Основу экспозиции составляют уникальные археологические находки, обнаруженные в Одинцовском районе. Некоторые экспонаты были найдены под большими слоями земли в окрестностях города Одинцова, на лыжероллерной трассе имени Ларисы Лазутиной, где расположен древний комплекс курганов. Значительная часть этих находок в свое время была потеряна для науки, то есть это результат каких-то самодеятельных раскопок, сбора краеведов, какие-то неучтенные находки из фондов музея. И вот все это сейчас получило такую вторую жизнь. Появилась уникальная возможность возродить их, извлечь из запасников, из каких-то старых коллекций частных в том числе и представить как раз на всеобщее обозрение. В трех стеклянных витринах представлены предметы повседневного обихода древних славян. Посуда, замки, орудия труда и защиты, стрелы, ножи, наконечники, а также женские украшения, ожерелья и серьги. Все это можно не только посмотреть, но и потрогать руками. Височные кольца – это древние женские украшения, которые вплетались в волосы у висков. Помимо эстетического предназначения, они служили оберегами и амулетами. До сих пор археологи находят бронзовые, серебряные и золотые изделия этого вида. Для исследователя Виктора Воронкина, который работает оператором в котельной, исторические раскопки и коллекционирование – любимое хобби. Виктор – выпускник восьмой школы и такой подарок для родного учреждения – настоящий благородный поступок с его стороны. Выпускник Института археологии, он знает, как подавать детям научный материал в современном ключе. Мы ездили за рубеж – Дания, Германия, Норвегия, Польша. И, собственно, там тоже общались с коллегами, смотрели на то, как у них музей работает. И вот весь полученный передовой опыт, который основан на… Есть такой термин – эдютейтмент – образование через развлечение. Вот, собственно, мы пытаемся его тоже такими методами популяризировать историю, в том числе и конкретно нашего района. Главная идея школьной выставки – популяризация исторического наследия нашей страны. Экспозиции охватывают узкий период истории, который получил название «Славянское господство». Вятичи, Кривичи и Печенеги пришли в свое время на нашу территорию из разных регионов древнерусского государства. Они стали жить сообща, а не отдельными племенными образованиями. И в итоге стали предками тех, кто впоследствии населял Москворецкий бассейн. Екатерина Стросветская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».